Сегодня понедельник на календаре. Дим, у нас тысяча до зарплаты осталось. А нам завтра за квартиру еще платить. А вот за выходные быть много. В общем, у нас была тысяча рублей до зарплаты. Если тысячу поделить на семь дней, получится по 142 рубля в сутки. Или по 71 рублю на каждого. Стали думать, как выжить на эту сумму. Решили привлечь связи. Алло, мам. Привет. Как дела? Тоже хорошо. Займешь денег? Аппарат абонента выключен. Связи не помогли. Все-таки придется экономить. Ладно, хоть какие-то продукты в доме есть. Лук. Многообещающе. Сделаем стык из лука. Нарезаем луковый пай толщиной два пальца. Выглядит, конечно, так себе, но зато лук полезный. Остатки, конечно, сладкие, но хочется мяса. Решили развивать мышление миллионера. Сели медитировать и открывать денежные потоки. Вместо этого открыли видос на ютубе. Мой курс «Как заработать миллион» стоит 100 тысяч рублей. До свидания. У нас только тысяча. Слушай, пойдем в магазин, возьмем недорогих продуктов, будем готовить. Вышли на улицу, пошли пешком. Сэкономили 56 рублей, в две стороны получается аж 112. Практически наш суточный лимит. В магазине решили не шиковать, берем все самое нужное. Это мне надо, 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 надо, надо. Итого 1633 рубля. Дороговато. Да и в бюджет не укладываемся. Придется выбрать продукты попроще. Отлично, лапша за 50 рублей. На неделю нужно 14 пачек. Итого 700. Останется даже на орешке. Хотя неделю на быстрой лапше не продержаться. Вспоминаем, что обычно покупают родители. Итак, покупки нам обошлись в 901 рубль. Хватит даже на пакет. А, добрый день. Пакет нужен? Хотя мы же экономим. Нет, у нас свой. Оказывается, на эту сумму можно купить так много продуктов. Радостные отправились домой готовить, как вдруг. О, смотри. Теперь нам на неделю точно хватит. На роллы так-то тоже. Что, тогда роллы закажем? И две пиццы большие. В общем, у нас было 1000 рублей до зарплаты.